Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Около 10 домов в поселке Атасужа Наркинского района замерзают без тепла. Власти обещали подключить сельчан к центральному отоплению еще в начале октября. Однако, ВОЗ и ныне там. В Карагандинской области проживает 59 тысяч человек с ограниченными возможностями. И только 2,5 тысячи из них регулярно занимаются спортом. Несмотря на это, в спорте высоких достижений у карагандинских спортсменов есть неплохие результаты. Повышала голос на подчиненных. В областном совете по этике разбирали поведение руководителя городского отдела коммунального хозяйства. В рамках акции «25 звездных дней» 30 ноября проходит как День национальной истории. В областном центре провели концерт под названием «25 лучших песен о Казахстане». Среди студентов карагандинских ВОЗов провели интеллектуальную игру «Что, где, когда». Главное торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню Первого Президента, провели в Темиртауском историко-культурном центре имени Первого Президента. 29 ноября проходила под статусом «Безъядерный мир». В Караганде в этот день провели множество мероприятий. Во Дворце культуры железнодорожников собрались ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Граждане, проживающие в регионе Семипалатинского полигона. А в Карагандинском Доме дружбы говорили о значении манифеста Нурсултана Назарбаева «Мир 21 век». Выступление президента Назарбаева в Вашингтоне на саммите по ядерной безопасности и обнародование им манифеста «Мир 21 век» вызвало широкое обсуждение на диалоговых площадках форума и поддержку мировой общественности. Елбасы поддерживают и граждане нашей страны. В Карагандинском Доме дружбы члены Ассамблеи народа Казахстана провели тематическую встречу с молодежью, на которой шла речь о значении манифеста. Это есть самый основной документ, который должен двигать единство мира, солидарность и понимание именно на планете. Понимаете, роль личности в истории раньше бы давал такое сравнение. Я считаю, что заслуженно наши елбасы, выдвинув этот манифест, возлагает на здравый смысл государств всей планеты. Глава государства в манифесте заявил, что ни в одной современной войне не будет и не может быть победителей. В новой войне неизбежным будет применение оружия массового уничтожения. Это приведет к гибели всего человечества. В Доме дружбы отметили, что миротворческие инициативы Нурсултана Назарбаева получили высокую оценку экспертов. Международное сообщество выразило поддержку идеи президента о проведении саммита по ядерной безопасности на территории Казахстана. Андрей Тенес, Ламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Жители поселка Атасу Жанаркинского района замерзают без тепла. Более 40 семей с лета ждут обещанного властями отопления. Именно тогда чиновники убедили их о необходимости сноса печек, а взамен обещали провести теплосети до домов. Однако, как говорится, обещанного ждут долго. В квартирах в Атасу температура не повышается выше 10-12 градусов. Люди вынуждены греться при помощи обогревателей. Да и тени спасают. Многодетная мама Индира Ахметова из-за холода в квартире отправила детей по родственникам. Женщины жалуются, что малыши стали часто болеть, а лечение в холоде не приносит результата. Печки все мы убрали. Во время этих морозов, которые на днях прошли, вообще невозможно было в квартирах находиться. У меня трое детей у самой, я их по родственникам отправила. Сами сидим дома, греемся у обогревателя. Вообще тепла нет. От холода в квартирах страдают больше 40 семей. Летом они радовались возможности подключиться к центральному отоплению. Однако их радость была недолгой. Власти поселка начали прокладку теплосети в середине октября. А жильцы, успевшие снести печки, не знают другого выхода, кроме как идти греться к родственникам и в магазины. Пенсионерка Райханапаев вынуждена гостить в двухкомнатной квартире у дочери, у которой шестеро детей. Обогреватель не спасает совсем. Потому что комнаты большие, они не обогревают совсем. Специалисты отдела ЖКХ свою вину в ситуации не признают. С их слов во всем виновата затянувшаяся процедура тендера. Подрядчики, участвовавшие в электронном конкурсе, несколько раз писали жалобы на конкурентов. В итоге полноценно конкурсы разыграли лишь в октябре. Вот трасса 626 метров, все заканчивает. Потом второй этап – обморовка котлов и третий – подключение домов. Примерно сколько? До 25 октября планируем. В ноябре? Да, в ноябре. На проведение теплотрассы было выделено 27 миллионов тенге. Когда подрядная компания закончит работы, неизвестно. Ясно лишь одно, что обещанное чиновниками тепло до сих пор не дали. Аям Амрина Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 29 ноября под руководством председателя наблюдательного совета технического университета Акима Карагандинской области Нурмухаммеда Абдибекова состоялось внеочередное заседание совета. На повестку дня был вынесен вопрос о рассмотрении кандидатур на занятие вакантной должности ректора КарГТУ. Всего, согласно поданным заявкам, было рассмотрено 9 кандидатур. По итогам голосования наибольшее число голосов набрали ректор Карагандинского государственного индустриального университета, доктор технических наук Марат Айбатов и декан горного факультета КарГТУ, доктор технических наук Сергей Ажигин. Результаты голосования наблюдательного совета в установленные сроки будут направлены в республиканскую конкурсную комиссию при правительстве страны для принятия окончательного решения. В управлении здравоохранения Карагандинской области разработан проект по привлечению частных инвестиций. Их цель – расширение спектра и объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Об этом в областном акимате рассказал руководитель управления Ержан Нурлыбаев. Первоочередные проблемы здравоохранения Карагандинской области – это дефицит площадей в поликлиниках, дефицит реабилитационных центров как для детей, так и для взрослых, недостаточная доступность целого ряда диагностических и лечебных услуг. Руководитель областного управления здравоохранения сообщил, что в течение двух лет достигнуты договоренности о реализации 14 инвестиционных проектов. Сумма привлеченных инвестиций – порядка 3,5 миллиардов тенге. В 2016 году в совместной СТО дал диагностику исполнено три проекта. Открытые в УЗИ кабинеты в организации для распоможения городов Кумиртау, Балхаз и Стасган, оснащенные современными аппаратами экспертного класса с привлечением порядка 228 миллионов тенге. Два офтальмологических отделения открыты с участием в троих дивизий. В поликлиниках номер 3 города Караганды и номер 2 города Димиртал. Затрачено порядка 70 миллионов тенге. В декабре текущего года начнут принимать больных аналогичные подразделения в Центральной больнице города Жизкатгана и консультативное диагностическое центро города Балхаза. Кроме того, совместно с компанией «Инвиво» открыт кабинет компьютерной томографии в Карагандинской городской больнице номер 1. Здесь установлен высокотехнологичный аппарат стоимостью около 270 миллионов тенге, обеспечивающий высокое качество изображений в сочетании с максимально низкой дозой лучевой нагрузки. Учитывая высокую потребность населения в области в компьютерной и магнитно-резонансной томографии, мы планируем расширить географию установки данных аппаратов. До окончания текущего года кабинет компьютерной диагностики будет открыт в Центральной больнице города Балхаза. В феврале 2017 года установлены буги аппарата ЕМАТЭ в Центральной больнице города Жизгазган и в областном медицинском центре города Тимиртава. На общую сумму свыше 400 миллионов тенге. Глава области Нурмухаммед Абдебеков отметил, что государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения уже доказало свою состоятельность и актуальность. Как вы знаете, одним из основных направлений реализации госпрограммы развития здравоохранения Денсавлог является развитие инфраструктуры здравоохранения на основе государственного частного партнерства и современных информационно-каклинигационных технологий. Использование механизмов ГЧП для привлечения финансированных проектов по созданию объектов медицинской инфраструктуры является на сегодняшний день весьма актуальным. Акимобласти поручил продолжать работу в этом направлении, находя новые возможности для привлечения инвестиций. В областном Акимате также сообщили, что совместно с Карагандинским медицинским университетом разработан проект по созданию клиники КГМУ. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Паралимпийские спортсмены нуждаются в транспорте, для специальных колясок и площадки для тренировок. Решить эти проблемы без должного финансирования невозможно. В областном Акимате состоялось чествование заслуженных спортсменов. Чествование спортсменов с ограниченными возможностями состоялось в преддверии Международного дня инвалидов. Заслуженные спортсмены и тренеры получили денежные премии из рук заместителя Акимобласти Жандоса Абишева. Среди награжденных мастер спорта международного класса, участница Паралимпийских игр Наталья Звягинцева. Как оказалось, у хрупкой спортсменки, прикованной к инвалидной коляске, сегодня день рождения. Спортсменка скромно молчала, однако ее тренеры и друзья обратили внимание чиновников на ее коляску. Она выглядела невзрачно, кожа во многих местах потерта и изношена. А ведь Наталья считается лицом области не только в Казахстане, но и за рубежом. Чиновники обещали помочь девушке. Кроме того, спортсмены пожаловались на неудобный график тренировок в некоторых спортивных объектах. Во многих спортивных объектах не предусмотрены специальные пандусы и лифты для людей с ограниченными. А в школе инвалидов есть всего одна газель, которая оборудована подъемником. Этого недостаточно, чтобы перевозить спортсменов во время массовых соревнований. К тому же инвалиды вынуждены ездить на сборы в другие города на поездах. А вагоны, как известно, тоже не приспособлены. Заместитель Акима области поручил рассмотреть вопрос выделения средств для авиаперелетов в бюджете. Кроме того, Жандос Абишев пообещал выделить деньги на покупку трех колясок для спортсменов, занимающихся бальными танцами. Все вопросы, озвученные на заседании, взяты на заметку. Заместитель главы региона пожелал удачи спортсменам и больше побед. Айем Амрина Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В преддверии дня первого президента и в честь 25-летия независимости Республики Казахстан два карагандинца приняли присягу государственного служащего. Аким города Караганды Нурлан Аубакиров поздравил своих новоиспеченных коллег и в торжественной обстановке вручил удостоверения и памятные подарки. Для Виктора Руши сегодняшний день стал особенным и волнительным. Он принял присягу государственного служащего. Виктор окончил Карагандинский государственный технический университет, а после поступил на государственную службу. Сейчас молодой человек работает в отделе планирования и благоустройства в Экемате Казабикбийского района. Этот день станет для меня днем, когда я начал свою карьеру в государственной службе. Поэтому я очень рад и буду ответственно и серьезно служить народу. 1 января 2000 года вступил в силу указ президента Республики Казахстан об утверждении текста присяги административного государственного служащего и порядка принесения присяги административными госслужащими. В соответствии с законом Республики Казахстан о государственной службе каждый гражданин, впервые или вновь поступая на административную государственную службу, приносит присягу. Сегодня присягу будут принимать наши коллеги, прошедшие конкурсный отбор и получившие положительное заключение специальной проверки. Предлагаю перейти непосредственно к церемонии принятия присяги. Аким города Караганды Нурлана Убакиров вручил Виктору Рушу удостоверение государственного служащего и подарил книгу «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева. Воплощенный в жизнь». В преддверии празднования дня первого президента Республики Казахстан и 25-летия независимости торжественную присягу приняли двое молодых государственных служащих. Лариса Хусейнова, Жаслан Уклубеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Насильственные преступления в отношении женщин в Карагандинской области уменьшилось на 28%. Такие данные привели чиновники. В рамках акции «16 дней против насилия» состоялось заседание городской комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики. Согласно плану, первый вопрос. Проводим в работе по предупреждению жестокого обращения в семейно-потагогой сфере. Второй вопрос. Действия сообщественных объединений по организации дополнительного образования детей инвалидов. И мы подведем с вами итоги работы комиссии за 2016 год и план работы на 2017 год. С начала 2016 года насчитывается более 6 тысяч уголовных дел по факту насилия над женщинами. А к административному наказанию привлекли около тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов уверяют, что происходит это из-за юридической безграмотности населения. «Защитное предписание принесено в течение 11 месяцев 3028, в прошлом году 2026. То есть это говорит о том, что женщины стали гораздо чаще обращаться, а так как они чувствуют, что получают помощь от органов внутренних дел, они обращаются к нам. Значит, на профилактические учеты поставлено 622 лица, злоупотребляющих спиртными напитками, 246 лиц, употребляющих наркотические вещества, направлено на лечение принудительно 149 человек». Кроме проблемы насилия, существует еще и проблема детей-инвалидов, недостаточно специализированных учебных заведений. Многие горожане не знают, что в городе существуют центры социальной помощи детям с ограниченными возможностями. «Миссия нашей организации – это социальная поддержка и комплекс на решение проблем детей и молодежи с ограниченными возможностями. И, конечно же, из этого вытекает, что само собой разумеется, мы оказываем содействие в различных сферах их помощи. Это и социальная, и правовая, и образовательная, и медицинская. Все, что необходимо для того, чтобы наши дети с ограниченными возможностями получали качественные услуги». Сегодня ведется активная работа по противодействию насилия. В городах области работают кризисные центры, которые функционируют как ночлежки. Любой обратившийся может получить консультацию специалистов. Осель Сазымбаева, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Руководитель коммунального хозяйства Караганды Шоупан Жусупова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили на очередном заседании Совета по этике. Свою вину руководитель отрицает. В поведении чиновника разбиралась Осель Сазымбаева. В Караганде участились случаи, когда чиновники провоцируют своих начальников. И после того, как нервы тех не выдерживают, записывают их слова на диктофоны своих же телефонов. Ситуация руководителя отдела коммунального хозяйства Шоупан Жусупова из их числа. В ходе служебного расследования факта нарушения обслуживания медики нашли свои подтверждения. Пояснениями сотрудников и приложенными видеоматериалами. В частности, Жусупова допущен факт несоблюдения обслуживания морально-бисекнов, выреживающие корректности обращения с коллегами. Таким образом, действия Жусупова усматриваются в признаке нарушения по пункту 2, пункта 5, педагогическое кодекса. Жалобы на Шоупан Максутовну написал заместитель директора КГБ благоустройства. Это коммунальное предприятие находится в подчинении отдела коммунального хозяйства Акимата Караганды. В связи с серьезными финансовыми проблемами в прошлом году Шоупан Жусупову откомандировали в благоустройство на 40 дней, чтобы она выполняла обязанности руководителя. Правда, прав подписи у нее не было. Подписывать документы, в том числе и о перечислении субподрядчикам бюджетных денег, имел право заместитель директора КГБ благоустройства. В 2015 году сотрудникам моего отдела были зафиксированы факты необоснованного получения бюджетных средств. Соответственно, были приняты ряд мер, с которыми некоторые сотрудники, которые были связаны с этим делом, которые пытались использовать необоснованные бюджетные средства, пытались нас провоцировать, устраивали саботажи. Одну из схем, по которому они так делали, они получали от бюджета деньги за работы, которые выполняли субподрядной организацией. Эти деньги снимали через кассу наличными средствами, субподрядным организациям платили. И как вы знаете, что на сегодняшний день, по состоянию на 1 января 2016 года за КГБ благоустройства официально долгов 380 миллионов. После выступления члены Совета поэтики прослушали аудиозапись с голосом Шолпан Джусуповой. Судя по всему, она сделана была в кабинете, куда зашел замдиректора КГБ благоустройства. Судя по всему, давай подписывай, 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 тебе говорят быстрее, и все, я в курсу техники, подпиши еще. Подпиши, я сказал, подписывай. Подпиши, ты сказал, потому что ничего не надо, подпиши. Потом ты что-то заявляйте, я отвечу, что-то заявляю, да, подписывай. Пожалуйста. Дальше. Теперь могу выяснить, что идет, а что будет. Шолпан Джусупова уверяла, что ни на кого не кричала. Просто на записи сильно завышена громкость. Такого может быть, если смартфон, на котором велась аудиозапись, лежал очень близко к источнику звука. К сожалению, члены Совета по этике не хотели слушать этих объяснений. Они постоянно прерывали чиновницу и твердили, что на подчиненных повышать голос нельзя ни в каком случае. И объявили руководителю отдела коммунального хозяйства строгий выговор. Всего чиновники рассмотрели около 10 правонарушений госслужащих. В основном все случаи касались именно несоблюдения этического кодекса. Асельство Замбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Международный день матери в стенах Карагандинского государственного университета имени Букетова провели конкурс под названием «Моя мама ангел». В творческом конкурсе участвовали студенты. Конкурс проходил в три этапа. Участникам нужно было подготовить небольшую сценку и продемонстрировать свои таланты. Данный конкурс впервые проводится в стенах университета. Главная цель – это, конечно же, пробудить материнские чувства. Ведь на сегодняшний день остро стоит вопрос судьбы детей, которые становятся ненужные. Молодые мамы бросают новорожденных на улицы, не задумываясь ни о чем. В преддверии 25-летия независимости в Карагандинском государственном университете имени Букетова состоялся вокально-эстрадный конкурс «Две звезды». Пять пар, состоящих из известных певцов, композиторов и студентов-вокалистов, соревновались между собой. Конкурс «Две звезды» состоялся в стенах Каргу впервые. В нем приняли участие пять студентов из разных вузов города и пять профессионалов. Студент экономического факультета Карагандинского государственного университета имени Букетова Аян Джурабек выступил в конкурсе с известным певцом и композитором Алибеком Саликовым. Потом мы познакомились с Алибеком Саликовым, величайший композитор. Сегодня споем мы авторскую его песню «Астана». После таких конкурсов, мне кажется, много возможностей для нас откроется. Например, серьезно заняться вокалом, планет творчества. Пары выбирали песню и исполняли ее дуэтом. Каждое исполнение оценивалось жюри, состоящим из приглашенных на конкурс знаменитостей. В качестве жюри мы пригласили гостя Салматы, солист группы «Арай» Медит Кужикпаев, известный продюсер с города Астаны Жуслан Сейсенханов и также профессионалы вокального пения. И сегодня всем зрителям, также участникам удостоится честь выступить на одной сцене, то есть именно с Медитом Кужикпаевым. Конкурс был приурочен к 25-летию независимости страны. По словам организаторов, в будущем он будет проводиться ежегодно. Это большой опыт и хорошее подспорье для начинающих певцов и в целом для талантливой молодежи. Айя Мамрина, Исламбеку Спан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Качество мирового стандарта доступно и карагандинцам. В областном центре состоялось торжественное открытие компании «Газпромнефть» – смазочные материалы. Сервис специализируется на продаже и быстрой замене моторного и трансмиссионного масел, а также разного рода технических жидкостей. Аплодисменты! Фотографы, будьте аккуратны! У нас салют сегодня в честь открытия! СТО «Джи Энерджи Сервис» уже приобрела популярность и завоевала доверие клиентов в нескольких городах Казахстана. Ранее сервисы были открыты в городах Астана, Алмата и Петропавловск. Компания «Газпромнефть» – смазочные материалы на данный момент работает в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Армении и Италии. Как и другие станции международной сети, карагандинское СТО будет специализироваться на услугах по продаже и быстрой замене моторного и трансмиссионного масел, а также разного рода технических жидкостей. Планируем качественное обслуживание, самое главное, доступные и конкурентные цены, это главное, чтобы людям нравилось обслуживание и качество, это главное. Европейское качество для карагандинских автомобилистов. Синтетические и полусинтетические моторные масла G-Energy, с которыми работают на станции, подходят для современных легковых автомобилей японского, американского, азиатского и европейского производства. Масла G-Energy обеспечивают максимальную защиту двигателя от износа, а также эффективно предохраняют его детали от образования отложений, сохраняя эксплуатационные свойства даже при максимальных нагрузках, характерных для гонок. Этот проект был запущен где-то около пяти лет назад. Сейчас мы уже открыли порядка сорока станций, из них порядка тридцать лет за рубежом. Этот проект очень успешно развивается. Наши партнеры поняли, что это на самом деле то, что им нужно. И мы в дальнейшем планируем открыть их еще большое количество по всему миру. Продукция выпускается компанией «Газпромневсмазочные материалы» на собственном заводе в Италии. Уникальная адаптивная технология, которая используется в маслах G-Energy, позволяет усиливать необходимые эксплуатационные свойства в зависимости от режимов работы двигателя, в нужный момент активируя необходимые присадки. Любители качества и хорошего обслуживания ждут с 9 до 19.00 без обеда и выходных по адресу Старый аэропорт 80. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Амансово Бонгстар. Редактор субтитров А.Семкин